Лес как был нашим богатством, так и остается. Но к этому богатству мы относимся безобразно, порой безобразно, а может быть зачастую безобразно. Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли. Потому что это не только богатство, это здоровье наших людей, потому что почти половина территории – это леса. И болото. Болот немало, и как оказывается, это тоже здравница. И не зря, присвященная Европа, защищает болото. Почему? Потому что болото – главный источник кислорода. И это богатство в Беларуси есть. И к нему надо относиться по-человечески, надо это ценить, беречь и вовремя восстанавливать лес, поскольку лес – это ресурс, это сырье для многого. Мы многое сделали в последнее время для того, чтобы использовать этот ресурс, наш ресурс, возобновляемый ресурс. У нас нет столько нефти, сколько, допустим, у России. У нас нет природного газа. Поэтому у нас земля, руки, людские и лес – это ресурс, который мы должны использовать рачительно. И, коль это наше богатство, надо прирастать лесом. Вы вносите проект указа, который в значительной степени меняет порядок реализации лесных ресурсов в Республике Беларусь. Какие вы вносите предложения, я хотел бы, чтобы вы это изложили и обосновали, прежде чем я подпишу этот указ. Ну, если мы придем к общему мнению, и это будет выгодно и лучше для нашей экономики, для наших людей, мы эту систему или поменяем, или подремонтируем, усовершенствуем. Но цель одна – мы не должны по-варварски относиться к лесным ресурсам, к лесу, к природе. И, во-вторых, все, что мы сделаем, должно быть в плюс, в денежном выражении, для бюджета, для людей, для страны. Вот один критерий и принцип, которым мы должны следовать, рассматривая этот вопрос. Пожалуйста, докладывайте. Правила действуют с 2007 года, утверждены указом президента правил реализации на внутреннем рынке. Речь идет только о внутреннем рынке. Да. Поэтому, соответственно, за это время произошли определенные изменения. Я хочу, Юрий, сказать, что вы по внешнему рынку ко мне даже не приходите. На внешний рынок мы должны продавать продукцию лесного хозяйства с высокой добавленной стоимостью. Мы знаем вашу... Чтобы не получилось так, доску сделаете и продадите в Германию, или в Словакию, или еще куда-нибудь. А они из этой доски сделают мебель и привезут нам, продадут в нашей стране. Мы сами должны делать, насколько это возможно. Мы же не все можем переработать и продать с высочайшей добавленной стоимостью готовые. Но последние случаи говорят о том, что многое можем, вплоть до того, чтобы в Францию мы начали поставлять готовые дома. Поэтому на внешние рынки мы будем продавать только готовые товары.